Особое мнение на 101FM И вот три темы, которые мне показались важными В том отрезке речи губернатора, где речь шла об образовании Это вот какие темы Первое, строительство комплексных объектов на территории области Прежде всего речь идет о сельской местности Которые включали бы в себя и школу, и какие-то еще такие функциональные наполнения Бассейн, культурный какой-то центр, концертный зал и прочее-прочее Перспективы этих объектов Сейчас об этом поговорим Второе, опорная школа Кировской области Создание в них профильных классов, которые должны открыться в сентябре этого года И третье, это программа «Земский учитель» Которая, как я понимаю, по аналогии с «Земским доктором» будет работать Когда специалистам, готовым поехать работать в сельскую местность Будет предлагаться такая сумма, достаточно внушительная Подъемная, в размере миллиона рублей Об этом говорил, собственно говоря, президент Владимир Путин Вот сейчас мы по этим трем пунктам пройдемся Жизнеспособность и перспективы этих пунктов разберем Ну, во-первых, давайте, конечно же, по поводу строительства комплексных объектов А давайте начнем немножко с другого А давайте, а с чего? Вот на самом деле выступление губернатора на последнем ЗАГС-собрании Оно было таким оптимистично довольно Но мне показалось, что в докладе должны были прозвучать и не только эти темы И это не главная, кстати, тема для сегодняшнего образования Вот мы, можно не являться специалистами Мы просто можем смотреть, что происходит в нашем обществе В том числе и в образовании И мы видим, что в целом-то уровень образования сегодня падает Вот, например, меня настораживают такие вещи У нас к руководству целыми системами образования приходят не специалисты Руководителями становятся образовательных учреждений Некие эффективные менеджеры А тут заговорили о том, что и учителями могут быть не учителя, не специалисты А может быть просто человек, который имеет высшее образование Понимаете, это о чем говорит? Так, Анатолий Михайлович, а можно уточнение? Вот я, честно говоря, не слышала, когда это говорилось и кем? Это говорит министр образования нашей Ольга Рысева? Нет, это министр образования Российской Федерации Ольга Васильева Причем это неоднократно звучало уже И вот это очень настораживает Как так можно сегодня пустить в класс человека Который не готов работать учителем Потому что не имеет ли этого специального образования Она говорила о штатной какой-то работе Постоянной на ставку Или о том, что привлекать просто людей со стороны Для работы учителем Причем это и не новая тоже идея Она, кстати, в одно время, так сказать, звучала Но потом она сошла на нет А вот теперь это снова поднимается на щит И почему, с чем это связано? С кадровым голодом? Да, она, кстати, лукавит Она вот здесь недавно выступала В парламентских слушаниях И заявила, что у нас всего 30% учителей Имеет возраст до 50 лет Но это никак не вяжется Вот у нас в Кировской области 70% учителей, которые Или пенсионеры, или предпенсионного возраста Но это, знаете, да, Анатолий Михайлович Это вот средняя температура по больнице Возможно, в Москве, где высокие зарплаты учителей Много молодежи идет работать Но заявлять так смело, что у нас 30% учителей Которые, так сказать, имеют возраст до 50 лет Это слишком уже откровенно неправда Поэтому вот мне бы хотелось Чтобы именно сегодня наше правительство Кировское правительство Оно уделяло больше внимания Вот этим глубинным проблемам Кадровым проблемам А то, что сегодня предлагается, ну да Я не один раз слышал от губернатора Что вот у него есть такая идея Создать такие центры Я помню, эта идея возникла еще, по-моему В первый год присутствия здесь Игоря Васильевна Она, может, сама по себе и неплохая Но я не вижу, как ее реализовать Просто не понимаю, как ее реализовать Допустим, в каком-то нашем районе А вот смотрите Вот прямо от ЗАГС собрания И от послания губернатора отталкиваемся До конца июля правительство Кировской области Должно определить место Где появится такая первая школа На территории Кировской области Школа с бассейном, концертным залом Который будет работать Как такой вот социокультурный центр На селе, я так понимаю Если это надо было делать То надо было торопиться Вот сейчас школы строятся В рамках национального проекта Допустим, школа строится в Зуевке У нас школа в городе Кирове А почему бы эти уже школы Не сделать такими центрами И вот здесь я недавно, так сказать Озвучил, был озвучен Такой интересный проект Что вот в городе Кирове, например Освободилась у нас площадка Бывшего вертолетного училища Она перешла сейчас в собственность области А проблема города Кирова Сегодня, особенно в центральной части Заключается в том, что там мест не хватает Школы переполнены И девать детей некуда Их приходится перераспределять Между другими школами В разные микрорайоны Поэтому почему бы сегодня Не вывести из центральной части Гуманитарную гимназию Экономико-правовой лицей Физико-математический лицей Построить специально школу Для вот в рамках этого проекта То есть для каждого учреждения Построить отдельное здание На территории Квату именно Построить четвертое здание Для общеобразовательной школы Для развития микрорайона И вот для этого городка школьного Построить и центр досуга Как мы будем говорить Для того, чтобы там был бассейн Кинотеатр Спортивное ядро и так далее Поэтому вот это было бы Очень интересный проект И за него можно было бы И стоило бы побороться Ну вот смотрите Тут ведь речь вот о чем То есть я понимаю, да, вашу логику Вы говорите о том Что в Кирове вот эти вот вещи Они будут, конечно, востребованы Мест в школах не хватает Инфраструктуры спортивной там, да И какой-то культурной тоже не хватает И вот эта площадка вроде как Есть свободная И можно сделать там такой Прямо образовательно-культурно-спортивный кластер Для всего практически там огромного Вот этого вот юго-западного района Но вот эта история Со строительством комплексных таких центров На территории области Именно в сельской местности У нее же задача-то как раз в том Чтобы люди оттуда в Киров не уезжали Чтобы они на месте оставались Вот это перспективно там в районах или нет? Понимаете, эта проблема стоит очень давно И когда говорят, что если мы построим там школу Или сохраним школу И люди не будут уезжать Это одна часть только правды Пока есть работа Тогда там живут люди Там и существует школа Как только рабочие места начинают сокращаться Работа, так сказать, уходит Производство уходит Тогда уже никакая школа не спасает Тогда хоть что делать Родители уезжают, школа остается Ну потому что за работой люди едут, конечно Да, потому что человеку нужна работа Он должен содержать свою семью Он должен понимать, что у него завтра есть какое-то будущее И поэтому сегодня говорить, что мы построим вот такие центры И спасем от переезда сельских жителей в города Это, я еще раз говорю, что это только половина правды Это утопия? Это вообще нереализуемо или нет? Ну, по крайней мере, я не вижу такого варианта Который бы сегодня можно было воплотить на территории Кировской области У нас 70% малокомплектных школ в области И поэтому я не знаю, как министерство И какие там они предложения внесут губернатору По поводу строительства такого центра Вот пока, по крайней мере, для меня это, так сказать... А в вашей образовательной среде вот эта вот история с комплексными центрами Она обсуждается вообще как-то горячо? Или вот поговорили, когда давно изобрели? Нет, я не могу сказать, чтобы это, так сказать, воспринималось как-то очень И горячо обсуждалось тем более Поэтому я считаю, что вот если бы сегодня идти по жизни, как говорится И смотреть в перспективу То вот такой вариант, который вот можно сделать в городе Кирове На базе вот этого бывшего вертолетного училища на площадке Это было бы очень интересно И такого проекта, я думаю, что не было бы и в стране в целом То есть у нас есть кластеры такие вузовские, да? Где сосредоточены корпуса высшего учебного учреждения в России, например, да? Ну, есть такие примеры там и в Томске, и на Дальнем Востоке, и в Новосибирске Поэтому здесь проблем бы не было А для микрорайона нужно было построить специальное здание Которое, так сказать, обслуживало именно микрорайон Ну, я так понимаю, что вот эта вот история, которую вы предлагаете Она может войти в некое, ну, противоречие, скажем так, с планами города на эту территорию Потому что вот буквально... Это не городская территория, это область А городу не передали разве еще пока? Это территория области, а лицей физико-математический, экономико-правовой лицей И гуманитарная гимназия, это областные учреждения И область могла бы единственно пойти навстречу городу, построить школу там Совместно с городом, общеобразовательную школу Вот тогда бы все интересы были... Но, в принципе, городу почему... Город, это, видите, планы на жилищное строительство там, как мы поняли, из недавних Извините, можно, конечно, все застроить жилыми домами Но когда сегодня детей устраивать некуда, надо думать, наверное, и в перспективу Поэтому, я думаю, что для города это был бы очень хороший выход Образовательный кластер на территории Квату С лучшими, лучшими нашими школами в одном... А здесь бы освободились места А эти здания могли бы передаться по-друге Причем здесь еще интересная такая вещь Вот сейчас физико-математический лицей, он же работает в двух зданиях Здесь на труда и в Макаре Там сегодня начинается строительство Уже вот один большой дом построили А детей устраивать некуда, потому что в Макаре школы нет, она закрыта Поэтому 34-я школа, которая... 12-я школа, которая там существует Она существовала ранее, она могла бы освободиться Вот она сейчас лицеем занята И там бы тоже решилась бы очень серьезная проблема Ага, то есть физико-математический лицей оттуда выезжает Помещение освобождается И там делается общая образовательная школа для жителей нового растущего микрорайона Анатолий Чурин в нашей студии Депутат Законодательного собрания Кировской области У нас сейчас небольшой полуминутный перерыв И мы вернемся с еще более интересными темами Программа «Особое мнение» продолжается Я напоминаю, что в студии нашей Анатолий Чурин Депутат Законодательного собрания Кировской области Человек, который руководил нашим образованием Около 30 лет Нашим региональным образованием Вот видите, человек прям звонят во время эфира Сейчас Анатолий Михайлович с телефоном разберется Да, и мы приступим Двигаемся дальше, собственно говоря, по посланию губернатора Еще два вопроса, которые мы с вами зацепим Это опорные школы и появление в опорных школах профильных классов С 1 сентября этого года в опорных школах Которые в нашей области 40 Должны появиться педагогические, медицинские, инженерные, аграрные И иные профильные классы Спецификация, как я понимаю, будет связана со спецификацией Того или иного района области, где эта опорная школа располагается Задача такая Чтобы дети там на уровне 12, 13, 14 лет Выбирали для себя какую-то профессию Именно в этом районе востребованную После того, как отучились в профильном классе Поступали в профильный техникум Или в ВУЗ на профильную специальность Оканчивали И возвращались обратно работать в свой район Где есть предприятия, нуждающиеся в кадрах Вот внешне вроде все гладко А будет работать? Ну, первое, с чего хотелось бы начать Эта идея совершенно, так сказать, не новая Она существовала и существует В свое время были педагогические классы Классы при нескольких школах Которые ориентировали на медицину и так далее Здесь мы очень тогда активно работали с нашими ВУЗами С политехническим институтом Тогда с университетом И с гуманитарным университетом Потому что без этого немыслимо То, что предлагается сейчас В принципе, это реализуется в рамках школ С углублённым изучением ряда предметов Те же самые гимназии и лицеи Они тоже углублённо изучают Какие-то, так сказать, предметные области И сегодня вот в области существует По крайней мере, не менее 60 средних Общеобразовательных школ Которые также углублённо изучают Различные предметы То есть ученик выбирает Некую область образовательную Которая его больше интересует Где он более успешен И это предполагает, что ребёнок Развиваясь, он пойдёт именно По этому направлению То есть если ребёнок очень любит химию То, может быть, из него вырастет Какой-то, так сказать, выдающийся химик И он пойдёт получать специальность А вот тут, Анатолий Михайлович Самый-то главный вопрос После того, как он получит Своё профильное образование Высшее или среднее Неважно Он вернётся в район Работать по этой специальности Или нет? Я уже неоднократно говорил И руководству правительства И губернаторов в том числе Что в своё время В области была система Которая стимулировала ребят Оставаться здесь В своё время Правительство и губернатор Предложили создать Такую систему Когда бы учащийся Если он хорошо заканчивал Нашу кировскую школу Даже некоторые блестяще заканчивали Стобальники И даже не по одному предмету Они получали право Учиться у нас здесь На нашей кировской земле В наших вузах И правительство платило им Тогда достойную стипендию Подождите Вот при Никите Белых Это было или раньше ещё? Нет, это было при нём Как раз начата такая работа Губернаторская стипендия Так называемая Да, губернаторская стипендия Которая позволяла Как-то детям Здесь спокойно себя чувствовать И так далее И, кстати, вот эта Так сказать Ну, система Она начала бурно развиваться Когда мы первый Такое сделали Как бы Предложение первым Нашим выпускникам Их было где-то около Порядка 30-40 человек Вот в 2015 году Количество этих ребят Которые решили остаться Здесь в Кирове Обучаться в наших вузах Их уже было столько Что и не вошли тогда В театр кукол Не вместились Не вместились, да То есть было их количество Большое Больше 300 с лишним человек И правительство Выплачивало им Вот эту стипендию Но Уже тогда Ребята правильно Ставили вопрос Я вот помню Последнюю встречу Губернатора Белых С выпускниками Экономика правого лицея И там ребята Прямо поставили вопрос Никита Юрьевич Вы нас агитируете За то, чтобы мы вернулись сюда Или остались здесь Ну хорошо Вы нам предложите работу Которая для нас Была бы интересна Она соответствовала бы Нашему образованию Нашим, так сказать Запросам материальным И так далее Ничего, к сожалению Не произошло То есть и сегодня Этого не происходит И поэтому сегодня Убеждать детей Что ребята Вы оставаетесь Вы давайте И так далее Ну надо что-то сделать И для них ведь Шаг какой-то на встречу Поэтому первое Что я считаю Что нужно вернуться В той системе Заинтересованности Области В своих Вот выпускниках Школ Чтобы они оставались здесь А второе Надо работать над тем Чтобы эти выпускники Получали здесь Достойное место И хорошо оплачиваемой работы И вот в этой ситуации Конечно Может быть Это и надо И надо делать Без сомнения Но надо Чтобы сегодня Очень серьезно Была продумана Взаимосвязь Взаимодействие Между нашими институтами В частности Крупнейшим Нашим Опорным вузом Дальше Надо очень серьезно Работать с работодателями Вот я На память Сразу приходит пример Который Это В общем-то На протяжении Уже многих лет Филиал Уралхима В Кирово-Чапецке Он очень активно работает Со школами Да, это правда Да И поэтому Собственно говоря И ребята смотрят И со школами И с вузами Да, с вузами Ну то есть он работает В этом направлении Причем не только с кировскими вузами Да И вот Если бы так сегодня Заинтересовались Все другие предприятия В области Ну наверное Какая-то подвижка Тоже была А вот просто Вбрасывать идею Что мы создаем Там 40 Профильных классов И дальше Ничего И дальше Молчок Это Я не знаю Чем это закончится В итоге Нет, вопрос-то в том Что может быть На уровне обучения Это и хорошо будет Работать Да, конечно То есть предприятие Будет заинтересовано В том Чтобы ребенок Получил профессию И даже возможно Как-то поддержит его В процессе обучения Там потом Да, профильного Профессионального Но вот вопрос в том Что человек Который окончит Вуз или техникум По определенной специальности Вернется в свой район И услышит Ну у тебя там Будет зарплата 15 тысяч рублей Да Вот он останется Или нет Да нет Они же все прекрасно знают Они знают Какова экономика В том или ином районе Какова экономика В целом в области И поэтому Они же видят Уже Сегодня наши дети Грамотные Они очень серьезно Разбираются Во всех этих вопросах Это раньше надо было Ехать в соседний город Чтобы посмотреть Как там люди живут И сейчас мы в интернет Можем зайти И все увидеть А сейчас же все понятно И в общем-то ясно Так что в этой ситуации Если вот сделали Или сказали А То надо говорить и Б Потому что без этого Все это бессмысленно Без этого бессмысленно Еще кадровый тоже вопрос Но кадровый вопрос В сфере образования Ну прежде всего Конечно мы говорим Опять же о сельских школах Программа анонсирована На российском уровне Озвучил ее Ну потребности в ней Озвучил президент Да и поручил С 20-го года То есть со следующего года Уже начать ее реализацию Это программа Земский учитель Человек Который согласится Ехать работать В сельскую школу И отработает там В течение пяти лет Готов отработать Получит подъемные Миллион рублей Я не знаю Как это будет работать В каждом конкретном регионе Потому что мне кажется Все равно корректировки Какие-то будут Но вот Жизнеспособность Этой программы Если мы ее приложим На Кировскую область Вы можете оценить? Много таких будет желающих? Опять же опираясь На тот опыт Который уже существовал В свое время Наше министерство Выплачивало Таким желающим Молодым людям Сейчас любому Можно по-моему Так сказать А тогда молодым Окончившим вуз Если не едут В сельскую школу Им выплачивалось По 500 тысяч рублей Это давно было? Это было лет Ну так наверное В 8-10 может быть Эта программа Полностью Себя не оправдала Серьезно? Да Не оправдала Почему? Потому что сегодня Вопрос заключается Даже не столько В деньгах Для молодежи А способности И возможности Работать Вот был конкретный Случай у нас В школе Сенегорье Это Нагорский район Туда приехала Далековато от Кирова Да Сельская школа Губинка причем Самая такая Туда приехала Молодая пара Из Самары И им как раз В первый же год Выплатили на двоих Миллион рублей? 500 А 500 на двоих Там выплачивалось Не сразу По половинке 500 тысяч рублей Они сразу получили Они им предоставили Квартиру Жилье Все условия создали Там прекрасная школа Учителя Хороший Очень коллектив Они все время У нас побеждали В олимпиадах по химии Российские даже Олимпиады Сильная школа Сильный коллектив Очень такой Стажисты Ну и пришла молодежь Это было здорово Но они проработали Всего до апреля месяца Потом пришли к нам И сказали Что отпустите нас Мы работать дальше не можем А почему? Они не готовы Как учителя То есть учитель Сегодня подготовка Учителя Не соответствует Тому Что требуется Для учителя То есть сегодняшний учитель Вот Я не знаю Почему наше правительство Кировское Кстати правительство Я не говорю про федеральное Потому что Там они уничтожили Все Педагогическое образование Уничтожили Но спасаться Здесь нам надо В первую очередь Я эту проблему Много раз поднимал И поднимал Перед ректором Нашего опорного Вуза Что надо Сегодня Педагогическое образование В стране рухнуло Учителей не готовят Как таковых учителей Что такое учитель И кто такой учитель Это не только специалист Знающий свой предмет Вот допустим Историк Знает события Исторические И так далее Он должен владеть Психологией Он должен владеть Методикой преподавания То есть уметь учить Он должен знать Возрастную психологию И так далее И так далее Подождите Вот 20 лет назад Когда нас учили Это преподавали А сейчас не преподают А этого сейчас нет Сейчас готовят Чистый предмет Учитель То есть предметника Да Учитель Вот специалист Он называется Он называется Историк Филолог И так далее Но не учитель филологии Не учитель истории Вот в чем разница Поэтому За это надо Сегодня биться Надо возвращаться То есть советской системе Подготовки педагогических кадров Которая у нас существовала И которая дала Блестящий результат Все остальное Это извините Просто Никуда Ага То есть те ребята Про которых вы говорите Вот тот пример Который вы с Синегорием Приводили Они уехали Потому что они Давайте порассуждаем дальше Просто работать не могли Они не в состоянии были Хорошо А окружающая обстановка Их устраивала Устраивала Там никаких проблем не было Пусть сегодня Например Приедет какой-то Опытный учитель Допустим Который Ну по состоянию Так сказать Каких-то Разных причин Решил приехать Устал жить в городе Да Устал жить в городе Он хорошо квалифицирован И так далее Куда он приедет В сельскую местность Где часов ему не будет Потому что нагрузка Очень мала Очень мала Ему дадут миллион На что миллион Ему надо где-то жить Ну хорошо Если он приехал На 5 лет Ведь надо все равно Тоже жить Конечно Будет снимать квартиру Значит будет платить Зарплаты у него Практически Извините Не будет Потому что Нагрузка Не позволит это сделать И я не думаю Что Ну помаются Может быть некоторые Некоторые Так сказать Спасутся Но такого массового притока То есть эта программа Будет работать Только там Только там Где есть большая школа Где много учеников Много часов Много педагогов требуется А это Ну вот по опыту нашему Мы понимаем Что это ведь Не глубинка какая-то Не глухая В той букве Которая произношена Сельская школа Да У нас сельские школы Даже не районные центры А у нас крупная средняя школа Только в районных центрах Везде остальных Больше 100 человек В школе нет Малокомплектная школа Малокомплектная 70% малокомплектной школы И поэтому Нагрузка там Там извините Там учителя Многостаночники То есть они Ведут несколько предметов Да Ведут несколько предметов А человек Который привык Всю жизнь работать Допустим В крупной школе И преподавать свой предмет Для него перейти Вот на такую систему Это очень сложно Это надо осваивать Целый комплекс предметов Которые бы Ну надо преподавать Слушайте В таком случае Вот получатели Этой программы Это только молодые люди Которые трудностей Не боятся И хотят что-то Вот ну может быть Не знаю Как в свое время Были разночинцы Которые шли там Да В силу работать Ехали Для них да Еще может быть Какой-то вопрос Но для них Надо преодолеть Такие трудности Которые бы их не пугали Именно в профессиональном плане Чтобы они могли Справиться с той задачей Которая перед ними стоит Учить детей Если они не справятся с ней То они сами убегут Ну опять же Опять же мы возвращаемся К тому Что совершенно не обустроен Быт и инфраструктура Так вот про это и говорят Миллион Что такое сегодня миллион На этот миллион Долго не проживешь Ну даже если дадут Там какое-то Служебное жилье Допустим Если не тратится на него Даже если будет Хорошая зарплата Молодой человек Или там Не знаю Молодая семья Если приехало Два педагога сразу Ну поживут они год Ну поживут они два Ну помаются они с тем Что до Кирова Надо ехать пять часов По разбитой дороге Ну мы фантазировать Давайте не будем Поскольку мы не знаем Как это будет Но дело в другом Что сегодня Получить заработную Большую заработную плату Малокомплектной сельской школе Просто не удастся По определению Вот сейчас мы К малокомплектным школам Как раз обратимся После небольшого Рекламного перерыва Особое мнение На 101FM Анатолий Чурин В нашей студии Депутат Законодательного собрания Кировской области Советник губернатора По вопросам образования Человек который Руководил нашим Кировским образованием На протяжении 30 лет Мы естественно Вот так вот Прямо сосредоточились На теме образования На теме педагогов На теме кадров Остановились на Малокомплектных школах Тоже кстати Тема достаточно интересная Тоже с прошлой недели Она идет Собственно Обращаюсь К такому диалогу Ольги Васильевой Министра просвещения Федерального И Вячеслава Володина Собственно спикера Государственной думы История С малокомплектными школами Надо сохранять Малокомплектные школы Говорит Ольга Васильева За ними значит Стоит вообще Жизнь на селе Но история Она вот с проблемой Сталкивается Потому что Малокомплектные школы Надо финансировать Финансирование Малокомплектных школ Это уровень То ли муниципалитета То ли региона Регионы у нас В России Большей частью Это регионы Дотационные Которые получают Субсидии Какие-то кредиты Из федерального центра И Минфин федеральный Им Пальчиком погрозит За нецелевое Расходование средств На поддержку штанов Извините меня Пожалуйста В малокомплектных школах И я так понимаю Что есть Какая-то Там позиция Уже выработанная Да Потому что Вы передать Вот это вот Все Весь этот груз Малокомплектных школ Передать на финансирование Федеральное Правильно ли я поняла Дело вот в чем Вообще Проблема малокомплектных школ У нас существует Достаточно давно И причем Резко она обострилась Именно в 21 веке Вот после 2000 года Даже в 90-е годы Удерживали как-то школы Малокомплектные Ну удерживалось население Были жители Были ученики Да Были ученики И поэтому школы удерживались После 2000 года Население Отток населения Резко возрос И соответственно Количество школ Малокомплектных увеличилось Чтобы наши Телеслушатели Понимали Что Как эта проблема Остро стоит в нашей области Я скажу Что более 70% Всех школ Кировской области Это малокомплектные школы Это школы Где То есть Только каждая третья школа Ну вот условно В Кировской области Это школа Где много учеников Все остальное Это малокомплектные Да конечно И причем В этих малокомплектных школах Учится чуть больше Даже меньше 20 тысяч человек То есть Это в общем-то Незначительное количество Но здесь больше всего Задействовано учителей И возникает некое Такое Знаете Некое желание Что раз Вот их так мало Давайте мы их куда-то Так сказать Вот переместим И создадим для них Условия Но это не сделаешь Потому что Школу детей не уберешь Из сельской местности И в свое время Предлагались Какие пути Вот И мы предлагали В свое время Мы создаем Крупную государственную школу Вот по типу того Что Опорная школа Да Создаем опорную школу При этой опорной школе Создаем интернат Пришкольный И свозим Из малокомплектных школ Детей Допустим Хотя бы начальной школы Чтобы они могли Так сказать Или даже Не то что начальная школа Или наоборот Начальная дома Да Начальная дома Так сказать А среднее звено А среднее Живет так вот Так сказать Такие примеры у нас были И мы так Пошли по этому пути Но потом это все Ушло как бы В сторону А почему Анатолий Михайлович Ну Сейчас трудно сказать Почему Не прижилось Ну то есть родители Были против Слишком дорого Эта история Обходилась Дорого Конечно Допустим Средств Приходится Это должно поддерживаться С высшего как бы уровня Этой поддержки не было И поэтому естественно Все это постепенно Так сказать Свелось К нулю Вот сейчас Предлагает Подход может быть Несколько другой Но он В природе Это все равно Остается одним То есть Года два назад Васильева вдруг Заявила о том Что нужно создавать Государственные школы Это было понятно Давно Мы первые государственные школы В области Создали в 10-м году Это правительство Которое сегодня У нас в Кировской области Оно их создало В 19-м году Я правильно понимаю Вот мы сейчас говорим Государственные Вы вот как раз Про опорные школы То есть сейчас мы называем Опорными школами Они называются Опорные школы Тогда они были у нас государственные Мы их называли Государственными школами И эти государственные школы Вокруг себя Создавали Так называемый Школьный округ В этот школьный округ Входили несколько Малокомплектных школ Государственная школа Строила свой Образовательный процесс Таким расчетом Чтобы она могла Поделиться С этими школами Учителями Она могла поделиться Своим ресурсом Материальным То есть допустим Кабинета физика нет А здесь есть, пожалуйста, проходите. Надо провести лабораторные, детей собирают, везут в эту школу. Пожалуйста, здесь, да. Тем более, пришкольные автобусы тогда были практически везде. То есть мы за счет этого пытались сохранить уровень образования в этих малокомплектных школах. Но потом это, так сказать, стало... Подождите, я прошу прощения, но вот с опорными школами ведь та же самая история декларировалась. Она не работает, получается? Дело в другом. Что сегодня заявляют, что вот эти опорные школы только-только появились. Да, они существовали с 2010 года. И надо говорить-то об этом, что область-то одна из первых в стране создала вот такую систему, систему государственных школ. Васильева в 2016 году заявила, что все школы должны быть государственные, как было в Советском Союзе. В том числе малокомплектные. Да, в том числе и малокомплектные, независимо. Так у нас опыт уже был. Почему область вышла вперед в число, так сказать, лидеров по стране? Да потому что опыт уже был. И сразу же были преобразованы в государственные школы еще 29 школ. То есть вот этот опыт, он и позволил это сделать. Но почему-то сегодня правительство Кировской области это как бы не замечают, что как будто они авторы всей этой идеи. Это не они авторы этой идеи. Эта идея существовала в Кировской области давно. И она не просто существовала, она была претворена в жизнь. Вот в чем вопрос. Ну и вот сейчас, если, так сказать, развивать эту идею и дальше, то, конечно, нужно, чтобы государство взяло на свой бюджет все школы. И вопрос заключается, о чем говорит Володин. Вот можно я уточню? Вы имеете в виду, государство взяло на свой бюджет. То есть это из федерального бюджета. Из федерального бюджета оттуда сверху должны приходить из Москвы деньги. Да. В Кировскую область конкретно целевые деньги на содержание всех образовательных учреждений. Там есть механизм, когда деньги передаются из федерального бюджета, они заводятся в областной бюджет и они становятся частью областного бюджета. И область финансирует эти деньги, как, в общем-то, от имени государства финансирует эти школы. Поэтому вот это надо сейчас процесс ускорить, его сделать быстрым и не растягивать его на годы, потому что иначе мы потеряем последнюю часть тех школ, которые существуют. И тогда возникает вопрос о том, а как быть? Ведь сегодня у каждой школы свой норматив финансирования. Вот в свое время они в шестом году были перейдены на нормативное финансирование, все школы. Это был страшный удар по системе образования. Это подушевое, да, так называемое? Подушевое, да, нормативное финансирование. Сколько учеников, столько и денег. Да, деньги идут за учеником, так говорили. Надо от него отказаться и финансировать все школы по потребности, так скажем, как это было в Советском Союзе. Особенно, может быть, даже не говоря о крупной школе, но особенно малокомплектные школы должны финансироваться по факту. То есть есть определенный набор предметников, которые должны работать в каждой школе. У каждого есть определенная ставка, есть ставка за часы, есть там за классный руководство, еще за что-то. Надо это все просчитать, плюс содержание школы, и вне зависимости от количества учеников школа должна эти деньги получать. То есть есть учебный план, в этом учебном плане такое-то количество часов. И все, мы его должны обсчитать, разбить на ставки и, соответственно, платить заработную плату учителя. Вот, собственно говоря, все. И содержание школы обеспечить такое, какое должно быть. Если этого не будет сделано, никакая проблема малокомплектной школы, она не будет решена. Потому что или надо просто их уничтожать. Закрывать. Ну, закрывать и создавать какие-то вот такие школы, где обеспечивать жильем детей, чтобы они жили в общежитиях, в интернатах и так далее. И идти по этому пути. Если этого нет, то надо просто содержать школу в любом виде. Вот и все. Если мы говорим все-таки о содержании школы, то до какого примерно возраста ученика можно вот на месте ее, условно говоря, содержать? Но мы понимаем, есть старшее звено, да, и это ребята, которые там, ну, 13-15-16 лет, которые, может быть, могут ездить, жить там в интернате. В свое время я считал, что вот основная школа должна быть, по крайней мере, максимально приближена к месту жительства. А вот старшее звено, они должны получать образование в государственной школе, заканчивать образование, точнее. Вот это 10-11 класс, они должны получать и заканчивать образование в государственной школе. До 9 класса малокомплектные школы мы должны сохранить. Я уже не говорю о начальных школах. Начальные школы вообще должны быть в доступности, в пошаговой доступности. Неприкосновенные. Эта система, если она была бы выстроена, но я вот сегодня опять же смотрю, что заявляют наши руководители, они еще только собираются чего-то разрабатывать, чего-то, так сказать, предлагать. Да уже поздно предлагать и разрабатывать. Это все в практике было регионов. Поэтому давайте обобщим и внесем те реальные вещи, которые нужны. Причем интересный такой еще момент. Ни в одной стране мира не существует такой системы оплат труда учителей, как в России. У нас сегодня заработная плата учителя привязана к средней заработной плате по региону. И поэтому сегодня в России нет единой заработной платы за ставку часов, допустим, за 18 часов. Учебные нагрузки одинаковые по всей стране, как это было в Советском Союзе. Сейчас этого нет. И поэтому сегодня, извините, это полный анахронизм, который мешает развитию образования. Не, ну мы понимаем, конечно, что если в Москве учитель получает, зарабатывает, скажем, 50-70 тысяч, да, а в Кирове в ночь езды на поезде учитель зарабатывает 25 тысяч, и у него есть какие-то перспективы, карьерные ожидания и прочее, то он может поехать туда и все. Ему и педагога потеряют. А чем отличается учитель Кировской области от московского учителя? Я не знаю. Вот, я не знаю. И уровень работы учителей Кировской области, и уровень работы, допустим, московских учителей еще надо сравнить. Да, в зависимости от школы, конечно, мы понимаем, и от человека конкретного. Анатолий Чурин в нашей студии. Три минуты у нас, Анатолий Михайлович, остается до конца эфира. Есть еще одна тема, которую я хотела бы, чтобы вы прокомментировали, это история с нашей школой. Наша школа – частное образовательное учреждение, работающее в Кирове. И вот, собственно, с прошлого года они столкнулись с такой проблемой, что их пытаются переселить из здания, которые они занимают на протяжении более чем 10 лет, если я верно понимаю, там, да, сейчас давненько они там были на Гайдара-4, потому что Гайдара-4 потребовалось под детский сад. И сейчас вот до сих пор, собственно, вот учебный год закончился, мы в марте или в апреле начали этой темой плотно заниматься, учебный год закончился, дети на каникулах, через два месяца начинается новый учебный год, а люди до сих пор не понимают, где они будут учиться и будут ли. Я могу здесь только одно сказать, что здесь наглядно просматривается несостоятельность нашей власти, городской власти. Почему? Потому что городская власть, пусть не сегодняшняя городская власть, но она выдала соответствующее разрешение на использование этого здания, вот этому коллективу. И независимо от того, кто сегодня находится у руля города, он должен уважать своих предшественников. Это первое. А сейчас получается, что город вдруг меняет свое, так сказать, отношение, берет свое слово обратно и предлагает, в общем, идите туда, куда хотите. Слушайте, ну город, наверное, тоже недобровольно это делает. Мне кажется, там четко поставлена задача, стукнуто кулаком, сказано освободить здание под детский сад. Кто стукнул кулаком, кто поставил задача, вот я тоже не знаю. Поэтому не надо стучать, а если вы задумали такой шаг сделать в городе, то надо найти такой вариант, чтобы он устроил всех. А не просто шпынять из одного места в другое, пожалуйста, вот сюда, а тут нельзя, тут 16 каких-то условий ставят нам и так далее, и так далее. Поэтому однозначно я могу только одно сказать, что это непорядочность сегодня власти городской по отношению к учащимся и родителям данной школы. То есть вне зависимости от того, что 53 там ученика, а детский сад собирается создать на 100 с лишним мест, то есть это тоже дети. Они должны окончить то учебное учреждение, в которое поступали. Если сегодня мы одних лишаем возможности, а другим говорим, что надо создавать условия, так это вообще-то совершенно не тот подход. И нелогично. Да. Вот, поэтому я думаю, что тут надо городу прежде всего наступить на свое горло и решить эту проблему в интересах детей. В интересах нашей школы. Анатолий Чурин в нашей студии, депутат Законодательного собрания Кировской области, советник губернатора по вопросам образования, человек, который руководил нашим образованием кировским на протяжении 30 лет. Анатолий Михайлович, спасибо большое за программу. А можно в заключении буквально одно слово сказать? Вот закончился очередной учебный год. И я хотел бы сегодня поблагодарить прежде всего учителей нашей Кировской области за то, что они не уронили и в этом году тот уровень достигнутого образования, который был в свое время, так сказать, достигнут нашей школы. И, конечно, пожелать также и учителям, и нашим выпускникам успешной, дальше жизненной, так сказать, стези, потому что перед выпускниками стоит очень много проблем. Нужно выбрать тот вуз, в который они пойдут, нужно определиться с будущим своим и так далее. Поэтому я от всей души хотел бы поблагодарить и пожелать всего самого доброго. Спасибо большое. Мы присоединяемся. Да, учителям, конечно, отдохнуть вот за ближайшие два месяца, подготовиться к новому учебному году. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Я с вами прощаюсь. Анатолий Михайлович, спасибо и до свидания. Особое мнение на 101FM